Вы собираетесь еще туда съездить? Это вопрос, отсылающий нас к началу разговора о Корее. Ваши съемки, которые вы там проводили, они не привели к обострению ваших отношений с северокорейскими властями? С северокорейскими и с южными? С севера. Вы знаете, нет, я не могу так сказать, чтобы что-то привело к обострению. На премьеру фильма, на предпремьерный показ в Москве мы пригласили и представители Северного посольства, и представителей Республики Корея Южного. Все пришли? Там были представители, да. Более того, съемки для этого фильма велись и на севере, и на юге, и все было официально открыто. А ваши иностранные коллеги, те же американцы, каково им там было, как они себя вели? Не без драматизма там все происходило? В тот момент они не понимали, о чем мы говорили. О том, что о подвиге советской армии, о подвиге красной армии, их слово красная армия смущало, подвиг еще больше, я думаю. Но в целом они, наверное, недостаточно, может быть, образованы, чтобы до конца понять посыл такого фильма. Мы их все открыто говорили. Но тем не менее, в общем-то, с интересом, с таким, как коллеги, журналисты, они спрашивали. Но надо понимать, что у американцев, у тех, особенно, кто, в общем, наверное, интересовался историей, потому что, ну, средний американец вряд ли вообще об операции, как в Корее, так что-то много знает. Все слышали про войну, о том, как, что было в 45-м году. Да и сами корейцы, например, на юге, на Южной Корее. Я разговаривала со студентами, ну, они вообще в какой-то пространстве находятся, они не могут сформулировать, они про 45-й год не знают ничего. И, ну, действительно, страна была в таком, как бы, на перепуте, да, еще страны, еще государства не было, тут уже были советские войска, тут американские. Даже в южнокорейских фильмах этот период так неоднозначно показан. Но официальная точка зрения такова, что воевали коалиционные войска, они не говорят, что это были советские войска, а коалиционные. Я говорю, какие там? Они говорят, ну, мы, возможно, американцы с кем-то. Вот, и что американцы их освободили, и после этого, значит, они построили такое, государство. Не возникали конфликты между вашими западными коллегами и специальными службами в Северной Корее? Ой, постоянно возникали, причем делалось это с подачи наших американских коллег, которые достаточно затейливо относятся к производству новостей. Ну, это как бы, на самом деле, как с профессиональной точки зрения, я даже могу сказать, что это интересно выглядит. Но они открыто лезли на рожон, и там, где нельзя было снимать, ну, потому что нельзя, ну, потому что подъезжает служба безопасности. Если подъезжает первое лицо или второе лицо, председатель партии, в России это тоже, в общем-то, снимать, ну, это ни одна спецслужба мира не пропусть, потому что это элемент национальной безопасности. Вот, они туда лезли, они лезли с камерами, у них были такие, вот как в хоккее есть мальчики для битья, да, которые провоцируют драку, у них были такие продюсеры, достаточно такие мускулистые, которые вот прям вот лезли, чтобы камера, чтобы камера тряслась, и там что-то по кадру было такое, что вот камера трясется, и их тут угнетает, и они свободны, американская пресса. Ну, такие столкновения были, но здесь можно понять обе стороны. И северокорейцев, которые, ну, что, говорят, ну, действительно, они не давали снимать, у них очень много чего не разрешено. Вот стройку снимать нельзя, военных снимать нельзя, и в результате камеры, куда была бы ни направлена, везде вот было вот так, да, и, конечно, это раздражает, и журналист должен делать свою работу. Вот, ну, американцы выходили из положения таким образом, им нужен был материал, и они его делали красочным и интересным, ну, для их зрителей, видимо, это рассчитано. Вы довольны тем материалом, который получился? Я довольна, я довольна, потому что я как раз была не в общем потоке, в общем потоке снять ничего эксклюзивного невозможно. Это 150 журналистов, все бегут быстрее занять лучшую позицию, лучшую точку, воткнул штатив, вот и уже все, и дальше сиди, расслабляйся, отдыхай. Вот, я все, все мои съемки, которые были, которые вошли в фильм документальный, они были вне этой ее официальной программы, без перерезания этих ленточек всех. Это был поход на рынок, причем, ну, на рынок тоже иностранцу невозможно попасть. Я это делала там своими способами, да, там, увидеть обменный пункт, увидеть вообще деньги корейские, корейские деньги нельзя снимать. Вот, нам это тоже удалось, обменный пункт, причем, который вот выглядит очень похоже на наш, гораздо беднее, там, буквально, там, 3 метра, и коробка, на которой спит человек, который кассир, меняет валюту. Причем, там тоже интересно, у нас тоже такое было в советское время, там, обменный курс разный. Для своих, для корейцев он один, как бы баснословно, там, я уже не помню, как бы, соотношение, да, но это просто баснословные для них деньги. А для иностранцев это вполне нормально, как бы, там, все нормально. Вот, и я была вот в этих закусочных корейских, снимала обычных корейцев, причем, ну, там, на... То есть это были не Потемкинские деревни? Это было вот то, куда просто вот я могла проникнуть, как, под видом практически обыкновенного корейца, куда-то втесаться в какую-то среду, пока меня не распознали, и что-то успеть снять. Это было вот так, в магазинах, там, ценники, товары, это все мы снимали, и это, конечно, бесценный материал, потому что все остальные журналисты уехали, если считаете ни с чем. И разговор бесконечно интересный, в том числе и о зарплатах, и о ценах, и о ежедневном меню, о работе, об образовании. Вообще, это, конечно, повод для отдельной беседы. Но я спрошу вас про ваши фильмы. Вот есть два фильма, связанных с Кореей, а ждать ли третьего? Ничего не планируешь? Третий фильм... Я могу сказать, что тема Кореи, она не исчерпана, и помимо 1945 года, да, это историческое было расследование, помимо современного состояния Северной Кореи. Но я думаю, что скоро будут репортажи и о современной Северной Корее, и в ближайшее время какой-то такой будет у нас визит, я надеюсь. Возьмете с собой. Контрабанды, да. Провезу за три айфона. Хорошо, договорились. Вот. Ну, есть масса всего. Есть, например, и, в принципе, об истории российских корейцев. Это интересно. 150 лет назад они переселились. Весь этот эходраматический путь. И герои тоже, эти люди, которые... Это все надо снимать и сейчас, потому что они уйдут, и мы уже ничего не сможем сделать. Вот, это интересно, и я продолжу этим заниматься. Но у меня есть и другие задумки по поводу документальных фильмов, и не связаны с Кореей. Потому что для меня документалистика – это интересно. Я считаю, что это одна из сфер на телевидении, одна из таких действительно живых сфер, в которых есть такой простор. Ну, вот мы с вами перешли к разговору о телевидении. Есть вопросы от наших слушателей-зрителей, потому что вопросы про КНДР мы обсудили подробно. Так что наш слушатель Сергей, мой тезка, получил ответ. А вот Ярослав спрашивает достаточно длинно. Развернуто. Развернуто, да. Прежде всего, по поводу Первого канала. Опираясь на этот вопрос, и большое количество других поступивших, вы работали сначала на РБК-ТВ, если я не ошибаюсь. Все верно. Вы работали на ВГТРК, и вы делали новости в значительной степени политические. И вот вы ушли на Первый канал, и ваша передача «Доброе утро». Так? Да, да, да. А она не столько политическая, сколько социальная. Ну, будем говорить, что новости не политические, а новости – это информационный жанр, да, и это общественно-информационный жанр. Ну, да, я сказал в значительной степени. То есть, понятно, что новостная повестка, она связана все равно с политикой преимущественно. Вы чувствуете, что сменился какой-то вектор? И вообще, упрощая, почему с одного канала перешли на другой? Ну, это был как раз вопрос, стал не менять канал, а менять направление. Потому что я в 7 лет работала в информационной службе ВГТРК, канала «Россия-1», в программе «Вести». И для меня это, в общем-то, очень большой отрезок жизни и очень важный. Я очень стремилась к этой работе. Я в этой работе, как мне кажется, познала практически все, что можно было. Я была ведущей во всех таймслотах, и в 20 часов, и в 16, и делала программу «Вести плюс», которая была более такая информационно-аналитическая, вечерняя, и утренние эфиры. И про Москву что-то успели сделать. И была у меня своя программа, да, такая информационно-развлекательная о Москве. Называлась «Неделя в городе», и это был обзор событий за неделю в Москве. Ну, не только событий, но и вообще как культурных явлений, социальных и политических тоже. Это тоже такая журналистика. Но я хочу сказать, что просто в какой-то момент сам жанр информации, он просто мне как жанр, я от него устала. И это не связано было ни с какими политическими, ни с обострением на Украине, да, это так совпало. Потому что на самом деле для солдата информационного фронта, для всех людей, кто служит в новостях, а я считаю это служением, потому что то, что люди делают, и те усилия, которые они застрачивают, это, в общем-то, ну, это не исчисляется только зарплатой, да, это люди работают, действительно, за идею. И там таких очень много в службе, я их прекрасно знаю. Так вот, в какой-то момент это служение просто для меня уже было, ну, как бы сам жанр, вот я его как-то, видимо, не знаю, переросла, что ли, да. Мне просто уже неинтересно там. Потому что это как бы начинается карьерный рост. Да, сначала ты редактор в каком-то там, в ночи, потому что ночные эфиры, потом ты переходишь на утренний, потом на вечерний, потом ты пытаешься доказать, что ты такой корреспондент-репортер, и все эти поездки, и сюжеты, и фильмы, все это тоже уже было. И прямые эфиры, и прямые включения, и, в общем, я рада, что мне удалось запечатлеть жизнь страны в каких-то, да, совершенно разных плоскостях, и какой-нибудь там арктический переход на танкере нефтяном, на уносной платформе возле Новой Земли, и в то же время там какое-нибудь сделать интервью с президентом Южной Кореи, а в России там тоже были какие-то там точки, в которых снимать погоревшие луховицы, когда были пожары, да, вокруг Москвы, там, в Рязани. То есть это все было, и я этим болела, и я этим жила. Но это очень такая, как бы, ограниченная жизнь для женщины, да, потому что ты все время в положении стендбай, ты все время в положении, ты все время смотришь новости, просматриваешь ленту новостей, и это как бы вот нескончаемый поток информации, который постоянно через тебя проходит. И сначала он проходит какими-то невероятными гигантскими объемами, потом ты умеешь эту информацию фильтровать. Но вот эта привычка, вот это постоянно на телефоне смотреть эти все сайты, ленты, она, кстати, даже сейчас у меня, я когда просыпаюсь, я начинаю смотреть сайты. И это ужасно, это ужасно, потому что в какой-то момент я поняла, что жизнь, она богаче, она интереснее. И, в общем-то, я ушла в декрет и решила после этого уже сменить амплуа и выступать не только вот в образе информационной ведущей, но и заниматься более развлекательным вещанием, что гораздо, на самом деле, сложнее. Хватает ли времени на ребенка? Конечно, хватает времени на ребенка, потому что, слава богу, что эфир утренний. И из-за того, что, в общем-то, сама технология, как это производится, мы занимаем два дня, один эфир занимает два дня, с ночевкой в Останкино, потому что мы работаем в прямом эфире на Дальний Восток и в прямом эфире на Москву с пяти утра до девяти утра. И поэтому у меня где-то два-три дня в неделю занято, остальное время у меня есть на то, чтобы прийти в себя и садиться ребенком. И мне кажется, что на данный момент для меня это оптимальный вариант, мне это очень нравится, и я получаю удовольствие от жизни. И действительно, после того, как я немножко отошла от информационного жанра, я стала вообще какие-то вкусовые рецепторы другие, и стали работать и в жизни больше аромата, больше страстей, больше чувств. Мне это очень помогло. — Это здорово. Немало было вопросов по поводу вашей личной жизни, в том числе потому, что она стала во многом мифологизирована. Примерно так же, как жизнь в Северной Корее. Много выходят разных статей, вы появляетесь на обложках, рассказывают про ваши головокружительные романы. Как вы ко всему этому относитесь, к этой популярности? — Вы знаете, я скажу так, что, конечно, всегда на интересную женщину, на женщину, которая хорошо выглядит, следит за собой, всегда обращают повышенное внимание не только мужчины, но и женщины, что, кстати, особенно приятно. А на женщину с необычной внешностью, а для средней полосы российской у меня необычная внешность, азиатская, внимание удвоенное. Человека из телевизора, о чем бы ты ни рассказывал из телевизора, о ремонте, о новостях о Северной Корее, или, не знаю, о том, как сделать из двух болтов подставку для айфона, все равно ты считаешься человеком из телевизора. И в нашей стране этот синдром срабатывает. Люди с утроенным вниманием с тобой следят. Поэтому, мне кажется, вот, наверное, внимание пресса как-то связано с тем, что я перешла из одного жанра в другой, я перешла на другой канал, потому что я получила предложение от первого канала и с удовольствием его приняла. Мне кажется, что вот, когда в жизни все это меняется, вокруг тебя идут волны. И на эти волны попадаются те журналисты, которые делают такие материалы. Но я к этому отношусь очень спокойно, и такое внимание, могу сказать, что мне даже льстит. Вы стали активны в социальных сетях, у вас яркий Инстаграм. Да, спасибо. Может быть, у вас впереди еще какие-то публичные проекты? Вот как, например, то, что было показано по телевидению, вот эти танцы. Вы имеете в виду какие? Танцы со звездами? Именно, да. Да, это я участвовала в таком проекте. Вот этот проект привлек к вам тоже дополнительное внимание. Да, вот после этого все началось. Вообще сложно было в этом участвовать? Требовало подготовки? Было сложнее, чем я думала. Я в детстве занималась немного танцами, поэтому, когда мне предложили, я с удовольствием привела предложение. Вот, я и согласилась, что думаю, что я танцевать умею, боже мой. Я 10 лет танцевала, когда была маленькая, в хореографии занималась. Но тут-то все по-другому. Оказалось, что это не хореография, а бальные танцы. Меня от них предупредили. Оказалось, что есть партнер, который мне мешал танцевать на сцене. И, ну, это я шучу так, но на самом деле оказалось физически очень сложно. Это целое искусство, это было нужно войти только полтора месяца вообще в форму какую-то, чтобы можно было хорошо танцевать, и потом постигать азы румбы, ча-ча-ча, вальса. Это все целая наука, и чтобы это было, выглядело достойно, это очень тяжело. Но для меня было самым тяжелым, это вот поймать ощущение партнера. Потому что в информационных службах там, в общем-то, люди пробиваются такие по характеру. Сильные и одиночники. А тут вот это парное катание, оно меня как-то забивало с толку всегда. И партнер игрушечного поначалу очень мешал, он очень обижался. Но потом, когда уже получился именно такой вот союз, тогда это танцевание, оно было совершенно на другом уровне. Вы смотрите телевизор? Ой, ну и честно говоря, я не успеваю смотреть его в таком объеме, особенно там из-за ребенка, потому что, конечно, ребенок маленький, так день расписан, в общем-то, под него все с ним связано. Мне просто некогда смотреть телевизор. Но я смотрю те проекты, которые мне интересны, в интернете, просто пересматриваю. А какой канал предпочитаете или такого нет? Первый канал предпочитаю, потому что мне сейчас интересно развлекательное вещание. Я с любопытством смотрю за коллегами из вечернего Урганта, которые все-таки находят постоянно какие-то неожиданные ракурсы на таких обыкновениях, достаточно ожидаемых гостей. То есть они делают из этого развлекательного шоу ежедневного, это очень сложно. На каждый день вообще, чтобы гость нашелся, чтобы была тема разговоров. Занять телезрителя – это безумно сложно в ежедневном формате. Они умеют это сделать изобретательно, затейливо, и мне кажется, любопытно очень у них получается. По поводу гостей и практически ежедневного формата у нас сейчас активно обсуждаются, да и, в общем, просматриваются политические ток-шоу, и немало копий ломается вокруг нынешней телевизионной политики. Люди смотрят с интересом, многие осуждают, некоторые даже обвиняют в разжигании соответствующей атмосферы. Вот я, честно говоря, не смотрю эти программы, потому что в своем время я смотрела их все, и смотрела до дыр, и когда была в информационном жанре, для меня это было просто как еда, как жажда, ты не напиваешься, ты дальше, дальше, больше, больше. И я помню, что начинался день вот в 6 утра с новостей, я включала, слушала, приходила на работу, свои новости. Потом, пока ты работаешь, ты смотришь все выпуски новостей, которые до тебя, и потом, к сожалению, еще и после тебя. И в выходные ты смотришь все аналитические программы, а по четвергам там всякие эти форматы ток-шоу политических. И вот настолько я устала, в принципе, от этого вот массива, такой однородной информации, что я просто сейчас не могу это смотреть, и мне жалко время тратить. Или вы вообще выпали из этого контекста? Это вот чисто какая-то моя особенность, пока мне неинтересно, пока я, можно сказать, даже выпала из этого контекста. Ну, я просто не могу себя этим занять. Я вас не буду пытать на тему Крыма, Донбасса, санкции, убийство Немцова, все, чего угодно. Но поскольку вы столько лет все-таки отдали политической журналистике, по сути, следите как-то за этим? Я не считаю новости политической журналистики. Я считаю, что новости — это информационный жанр в смысле целей, которые преследует информационная служба. Политическая журналистика — это все-таки там сейстика, публицистика, комментарии, политическое обозрение. Это вот это. Я этим не занималась. Поэтому, не знаю, может быть, когда-нибудь у меня снова вот пойдет это вот все-таки спиралевидно, у нас такая жизнь, да, и я снова встану на эту дорожку, и мне будет уже вот это интересно. Сейчас я настолько от этого далека. Мне интересно, как составить так телевизионный эфир, чтобы у людей вызывать первый интерес, а второй положительный эмоции. Потому что это очень сложно. Гораздо легче сделать выпуск на злобу дня, приправить его там какими-то двумя-тремя острыми комментариями, и более-менее вот этот ток-шоу или любой формат такой вот политический, информационный, он готов. Но ведь интересно же, что происходит со стороны, что все с ней будет завтра. Нам же здесь жить. Ну, интересно, но я не получаю от этого удовольствия. А стараюсь сейчас построить свою жизнь так, чтобы и моя семья, и я получали удовольствие. И наслаждаться теми красками яркими, которые... Не уходить в серые эти оттенки, пусть их 50 или больше, а вот придерживаться светлой стороны. Но, конечно, с болью наблюдаю, что происходит, и за военными действиями гибнут люди. Безусловно, с тревогой, с болью. Но пока стараюсь просто об этом не думать. Понимаю. Ну, будем надеяться, что скоро появится новый фильм, а может быть и новый проект. Я подводил вас с вопросами про соцсети и про всю эту нынешнюю популярность, и про большое количество слухов и легенд. Вы что-то новое запланировали? Да, но я пока не расскажу. Планы всегда есть, они обязательно должны быть. Планы есть, но они пока не на том этапе, чтобы их афишировать. Ну что же, как поедете в Северную Корею, контрабанды, берите всю съемочную бригаду, свободный пресс. Хорошо, с удовольствием, тем более, что интерес с той стороны, со стороны КНДР у них огромный, они открыты, и они заинтересованы в том, чтобы приглашать людей, делать обмены. Им это интересно. Они в этом плане действительно открыты страны. Высыпаться-то удается? Нет, ребенок плохо спит по ночам. Это тяжело, потому что сбивается режим на добром утре из-за вот этих ночных таких эфиров. Ребенок не спит, и вот в плане недосыпа есть такое легкое ощущение, что укачивает опьянение, не знаю, как это назвать. Это есть. Но я думаю, что ребенок будет взрослеть, мама тоже, и постепенно все в какие-то придет, такие человеческие рамки. Вы выглядите все равно свежо и прелестно. Спасибо. Спасибо, Марина. Спасибо. 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 Спасибо.